как дела уже ждете сегодня у нас будет такой ну просто поболтать короче да просто побалдеем рассказывайте как у вас дела да как наслышно как видно что все работает у нас агрессивно да я на обновка кстати тоже ага да вот мы сходили в салон ладно в разные каждый свой тима за 50 который новички как стажер да стажер новичок интересно я могу говорить да попробуй сегодня использовать слова без этой буквы пока тебе не заплатят за них это будет сложно да это сложно но можно знаешь такую есть такое упражнение типа там на одну букву разговаривала смешно разговаривать за деньги все смогу за деньги привет всем привет кто присоединился да у нас сегодня будет такой бизнес у нас сегодня магазин ништяков магазин на складе потом человек что-то написал говорит о чем будем говорить говорить будем про то как я на карта вид она карта вид очень мило особенно когда ругается или там когда маты вообще смешно звучит наверно я так думаю да вот ну и по ходу давайте пока в общем люди набираются дымся дым поговорим о том какие комментарии нам пишут мы как бы хотим вам озвучить самые тупые комментарии которые мы читаем здесь очень-очень много комментариев злобные там недальновидные всякие привет астрахань всем видно меню на сегодня привет привет так кто не знает меня зовут тимур это яна карта вид она я вроде нормально говорю а я что с дефектом сейчас ты будешь дефект я уже давно как вам можно писать злые комментарии еще к клавиатуру берете нажимаете у нас даже есть три таких вот злобных три гробанных тролля нет мы не женаты это пушка она жена вот она мне не жена мы работаем вместе получается вот получается давай не хорошо получается ну что начнем зачитывать злобные комментарии вслух ну тут уже без этой буквы не получится было одно видео в ю тубе которые очень сильно залетела там тима показывал урюк у нас есть дерево которое очень да такое как это без буквы сказать ну короче урюк вот в общем там был один такой комментарий посмотрел и понял твой урюк для разминки перед березой с этой вашей березой но очень многие когда это видео залетело очень многие ну в основном из россии до многие писали да там такие мастера все а это фу ты вот это попробуй да там я попробую урюк попой березу попробуй вы бы попробовали серебристый тополь вот я бы поржал вот это вот вот если вы серебристый тополь никогда не кололи плевать мне на ваш березу смотри алена батьковна мне кажется это единственная девушка которую я замечал нет я видела еще кого-то не видел задонатить куда знаете можете прям кидайте деньги да можете прям сюда но в описании там есть номер карты лучше сразу на карту потому что ютюб сожрет почти половину да поэтому лучше не ставит поэтому сразу на карту еще один комментарий под этим же видео позор 21 столетия на дворе они дрова колят это какой-то человек с ником илон маск я сомневаюсь что это он но было бы смешно если бы он смотрел наше видео и писал по-русски youtube youtube сейчас живет сколько 30 процентов насколько я знаю но примерно потому что мы видим это около 30 процентов 25-30 процентов он съедает вот еще плюс что-то там мне пришло недавно письмо что что если ты там что-то какую-то налогово не заполнишь youtube будет жрать плюс еще 24 процента поэтому это жопа короче будет 50 процентов всей прибыли но всего что вы кидаете будет youtube сжимать кидайте донаты в экран монитора вот поэтому так вот сколько говорит задонатить куда горит сколько сколько не жалко парень больше тем лучше да вот да вот ребят у нас сбор на дрон идет чуть-чуть подвинься на дрон собираем диджай мини 310 баксов уже собрали то есть это вот все вы ребята накидали спасибо большое осталось 390 баксов и будет у нас новый контент нет ни муж и жена вот все да у нас очень много хорошей древесины идет под пилу а надо наладить доставку мою мастерскую да запросто вот честно я в беларусь как-то отправлял варен это буду забава сегодня то есть орех урюк отправить ему короче и отправили в беларусь вообще без проблем вот так что хотите будем отправлять нам вообще не сложно в компании есть так что все в итоге до перри пересылать вообще слегка так под этим же видео где он показывает как расколоть такой вот вид крученущийся у нас урюк но это типа абрикос но абрикос урюк это почти то же самое только он типа дикий да и там еще один комментарий много таких комментариев да у тебя топор пискарс ты попробуй дедовский такой старый колумб советский просто вот мне кажется что в россии живут какие-то сверх люди одни отрицают цивилизацию вот просто у них вот вот такой кусок железа просто уголок есть вот этот вот такой кусок железа на другом куски железа короче они колят вот такие дрова по полметра стойкого такая прямая обязательно зимой минус 50 до обязательно зимой раньше нельзя вот летом нельзя вот тоже что-то такое было до какого ты летом рубишь дрова надо зимой мороз у нас нету минус 30 еще такие сухие легко куля колятся а ты попробуй мокрые вот просто люди офигею просто начинают орать вот то чего не знают вот сама бездет когда ничего человек не знаете начинает орать а ты попробуй а ты попробуй блин мы какие только не кололи мы он пилим привозим колен блин не успели поколоть через неделю колен через месяц колен блин через два года какие-то колен то есть вариантов до хрена мы пробовали уже все вот вот колоть дрова летом это не по-русски да можете не по-русски потому что мы не русские нам плевать законы вы живем да мы живем как и стане и нам мы колем так как нам удобно вот все вот и не претендуем на другие законы звания русских людей в принципе так еще да очень страшно и вот еще одно я бы посмотрел как ты колол березовый комель вот это да да и такими щепками только баню топить у нас дрова идут около 40 сантиметров длину я же говорю там сверх люди вот 40 это ну ну больше наверно вот так 40 есть деревья которые колятся легко все все плохо давай спокойной ночи пока там кто-то едет ему спать просто рано кто-то там тоже из россии я такие одной рукой скалываю и складываю в поленницу дырку вот просто очень много реально пишут про березовый комель честно мы когда находим вот нам встречаются вот у нас от серебристого тополя несколько комель вот этих валялась мы их либо пилим бензопилой либо последнее время мы просто выкидываем потому что ну как это говорится там игра не стоит свить ада то есть есть реально те в ней вот те куски древесины до которого просто реально не стоит на них столько тратить сил энергии блин ресурсов ради того чтобы он потом полчасика погорел ну честно просто они либо валяются либо мы их просто выкидываем вот 25-30 все потрогала просто нас во дворе есть два тополя 25-30 метров а 25-30 метров стол у основания толсты несколько человек надо чтобы его обнять представляю сколько дней вы будете такой пилить все зависит от того сколько там скрылся вокруг заплатить да если он растет в поле то блин это пару часов а если он вокруг если вокруг него дома то это пару сотен тысяч вас вот ну и естественно все это делать вот так вот ну что вон уже пушка сам произнес за бесплатно никто этого не слышал так ребят кто хочет послушать как я на карта вид да в жутких скороговорках меню да давайте покупайте блюдо заказывайте приготовиться подадим будет вам сырое замороженное древесина колется лучше давай смотрю ну мы не спорим что она колется лучше но мне честно говоря не в кайф выходить зимой на морозе колоть и потом это все сырое вот я не люблю мы допустим вот осенью колем это все раскладываем на крыше просушиваем эти дрова и закидываем в сарай и они уже лежат сухие вот топить мокрыми ну честно говоря не нравится сколько у нас времени у нас где-то восемь часов восемь часов 15 минут я успел тей мы выбирали именно это ну как я инструктор по туризму же давно то есть я умею работать с этим снаряжением со страховкой с веревками со всеми делами и тоже как бы с ну естественно стал вопрос о том что надо зарабатывать до каким-то образом надо зарабатывать деньги и получается что ну как бы я умею именно лазить лазить со страховкой не падать да там и что то есть какая вот возможность да у инструктора по туризму да то есть либо ты гидом будешь то есть в принципе что мы и делаем да но плюс осенью весной да надо еще чем-то зарабатывать да и соответственно получается что стал думать об этом в промышленный альпинизм идти вообще не прикалывает то есть там стройка туда-сюда висеть на зданиях ну мне не нравится и их очень много вот ну и как-то увидел как люди пилят со страховкой и короче решил попробовать понесло сейчас да стало получаться и понеслась вот и теперь вообще кайф мне очень нравится с прошедшим днём спасибо сколько тебе там 43 мне 19 что-то было точно говорили же в россии люди немного ленивы а в крыкстане все сразу потому что как как переложить и куба я не знаю приведите аскар переведите пожалуйста что значит это поговорка или что это дождались только это стоит чуть-чуть вон там есть 100 вообще замечательно чуть чуть больше по 100 вода к лайки что-то много людей а лайков мало как-то не хорошо на отличное название стримов почему вот часто лайков два раза меньше чем людей люди просто ленивые сидят такие они забывают как подскочила сразу все-таки классно рад за людей которые сумели соединить хобби с профессией да ну действительно мне очень нравится и это действительно как бы переросло в такую профессию из того что ну решил просто попробовать да и реально понеслась понеслась и классно вот не откладывай и не дели понятно дословно в комнате день вот сразу как напомню иногда забывают реально типа заходят и такие о я смотрю да а ты сможешь какой-нибудь сказать давайте будет бесплатно давайте за 50 я буду с одной говорить последние деньги у человека хочешь выманить не последние крайне да я женат я на не женат я еще не женат а извините вот вижу люди там сами знают мне так нравится что у нас есть такая этот о привет мы вернулись вернее мегаком нас решил вернуть ненавижу мегаком потому что у него поганый интернет сколько раз будет слетать эфир столько раз я буду обсирать мегаком вот каждый раз он слетает на эфире мы не знаем почему ну честно говоря у нас в кыргызстане нет ни одного нормального оператора кем можно было бы заменить билайн пробовал лёшку пробовали все говно ну ты в яме еще живешь вечно ты думаешь что это за мои ямы и за твои ямы как будто ты специально выкопал чтобы у тебя не ловит как думаешь чат завис или нет а да вот так же интересное сообщение чат видны всем опа опа он добрались и 5 5 5 5 все все нормально сейчас мы комменты почитаем все вот и она произнеси скороговорку в которой много букв r это стоит вот либо столько либо столько его последнее это вообще она так много стоит потому что я ее ненавижу я буду злиться чё у вас есть способ заработать много и быстро неудобный человек веревка торрор лес топор наверное заказчика надо только искать я накрыл пароль это ребята крутые настроения поднимаете никогда таким интересовался вперед на выходных на скалолазы не подавал круто мы повлияли на жизнь человека здорово это классно да да утка я тебя помню и поддержки думал какой бензо купить посмотрел наш видел купил штиль круто андрей клямар и вы даже помню что зависели ли что это да это смайло ну все почему мы пользуемся штиль потому что у нас тут деле да мы очень хотим куску сквар ну попробовать я уже вот прямо облизываю смотрю но для этого надо заказывать я сегодня писал одному официальному дилеру кусквар на и говорю ну куплю вот я у вас в кыргызстан доставить индики нет не только по россии доставляем короче вот проблема встает с доставкой аппарата как мы его сюда привезем но естественно это транспортной компании можно провести но магазин не хочет просто с этим морочиться поэтому ну вот в общем я бы хотел ускорно попробовать но цепи мы сами сложа чего достать цепь сами . до цепи то чем сами потому что работаем много и платить кому-то за заточку это слишком дорого расскажи зачем полез на руках реально видно что что неудобно и здоровый стол повредить можно оба бау ржан привет я тоже правда ну блин полез потому что дальше работать надо я на красотка спасибо так это я баллы по и нам из выбоин не увидим успеха тоже норм мы звали у нас была назвали и хуся да у меня 1 137 с квартным было ну реально классно я с удовольствием поработал бы и я думаю что но отсюда по описанию husqvarna это прям что-то такое нечто там прям мне кажется по во многих случаях она даже многих моделях она даже превосходит штиль по крайней мере там блин очень много наворотов сейчас что штиль не делает у husqvarna именно как как бы она как будто на шаг впереди идет всякие там инновации там приколюхи всякие есть но вот надо пробовать ты все вам надо чтобы кто-нибудь в россии купил и вам правил ну да естественно я помню вот вот это вот на левое я помню то помню мне бы пошел белый цехе из черного белый да прощайте волосы husqvarna очень в ремонте сложные штиль и лучше ну скорее сюда с этими наворотами наверняка и тем более что у нас нету здесь дилерского центра и соответственно нету запчастей а у проблемы будут на на утка тоже такой же как я утка ртавый галетом ноисыкуль конечно вместе посмотрим у меня husqvarna и штиль это это хорошо конечно главное чтоб не какой-нибудь орегон есть короче я не знаю что то такое типа орегон регоновские цепи да вроде более-менее говорят тоже неплохие а есть пилы орегон орегон один раз работаем короче но приехали на работу и мужик один заказчик говорит давайте короче я вам помогу ну такой ну таки ну классно чего помощи кто отказывается он такой притаскивает свою пилу и на ней написано орегон и я такой посмотрел такой сразу представил себе все ну и короче он такой первым же рывком стартер дергает у него веревка херакс отрывается короче и потом он полчаса сидел с этой пилой пытался веревку на место поставить короче он весь заказ сидел пока мы работали он сидел с пилой мучился вместо что хотя в веточки потаскать вот короче китайские пилы это что-то у меня пилашки 12 лет без ремонта работать ну классно конечно вот просто для многих вот кстати вопрос чистоты использования то есть вот допустим в быту до пилой когда человек работает там но бывает да вот люди работают осенью допустим он пошел там заготовил пару деревьев шик шик ну и все да и многих людей определяется вот так что он вот много лет до одной пилой работать но при этом он спилил за все эти годы допустим там 30-40 деревьев а некоторые ну а естественно когда ты профессионально работаешь не за два года это же количество пилишь и иногда больше ну и соответственно пилы крошится быстрее потому что соответственно использование часов 6 5 4 3 2 1 почему не скидывая а потому что он походу еще его сегодня нету так что замените пожалуйста алексея петрова какие самые дорогие поломки из оборудования что у нас ломалась машины ну вот штилем с 200 есть 200 т высотная пила да мы называем белка это моя первая пила штилевская именно ей уже дофига лет и вот у нее сальники полетели кольца короче там менять надо но я не думаю что это прям супер дорого но она у нее еще твою у него глуша короче разболтывал вот это было что-то блин глушитель вот просто это это было просто жесть то есть просто болты глушителя разболтались сами таки развентились и глушитель стал вибрировать и разлетелся алюминиевый глушитель пришлось там заваривать то что новый тоже здесь хрен найдешь вот и просто отдал там на сварке его заварили короче и вроде работает все нормально но это было обидно просто выглядит она не как вот я не понимаю на то есть это место где есть вибрация да и туда не могут вот эту смазку до поставить код на велосипедах есть же смазка на пилу нельзя значит да такую смазку и в ужасе всем салам вот на привет все кто присоединился а ты синтетику ну что ну что мы вообще-то должны были сейчас зачитывать комментарии понесло так сейчас и дочитаю вот эти комменты привет привет всем ой 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 все так все прям по заходили лайки лайки не забываем фух так привет здорово тимур и яна смотрит как интенсивно и лишь если вагоны руль с доски загрузить китайский туна 4 2 хватит я ничего не понял хочу плеч вот ну чё давай еще какой-нибудь коммент а мы сейчас зачитываем злобные комментарии и под видео вообще в тик токи и на ю тубе очень долго да дима очень долго работает бензопилой он показывал как заводить нашу маленькую мс-192t и один комментарий там был не надо ставить на тормоз это плохо ему хана придет быстрее перед тем как заводить нужно ставить на тормоз это техника безопасности там пишут нельзя ставить на тормоз он умрет просто эта техника безопасности которая прописана в инструкции к пиле что сначала нужно поставить на тормоз а потом заводить вот но она же люди умельцы как бы сами знают как надо правильно все понятно то есть он никогда не ранился то есть никогда ничего такого страшного не было поэтому он считает что это нельзя делать под этим же видео вкус парня все проще там инструкция написана ну вот были меня реально чего убивать что многие люди даже не пытаются читать инструкцию вот да михаил пишет на тормозе нельзя газовать а заводить можно вот именно да что если вот человек реально ставит на тормоз и начинает заводить и завел и продолжает газовать да здесь естественно проблема в инструкции написано поставил на тормоз завел пилу снял с тормоза газуешь нормально все нормально вот и поэтому как бы все ништяк людишь не хотят думать там типа зачем на тормоз ставить это безопасно никому никогда короче типа там не прилетала поэтому не надо ставить на тормоз говорят в тик токе очень много людей которые пишут о том что мы только пилим а типа кто будет сажать вот из моего дома стрим снимать никогда нет там спасибо вот под одним видео где мы пилили липу есть такой комментарий а их сажать и ухаживать и ждать пока вырастет люди не думают о природе только о кайфе ну да мы же ради прикола деревья пилим вот так вот еще под одним бесполезен тот кто срубил дерево я обычно таким людям желаю чтобы у них выросло дерево рядом с домом своими корнями подняла стену чтобы она треснула и ветки короче с крыши на крышу падали и пролом они переехали жить на деле ну вот ну просто люди реально когда живут где-то в этажных домах да когда не сталкивается с проблемой не раздали для них это прям в горе-горька ой дерево спилили а человек который живет в частном доме у которого угол дома треснул до из-за того что корни подняли фундамент корням то ты не скажешь они и будут и бетон и фундамент и вместе со стеной все поднимают им плевать вот и поэтому такие сидят типа возмущаются учебы спилили это нормально было дерево а вот человек вот липом и филе до человеку просто надоело поймать вам он каждый год говорит с два раза в год он постоянно собирает вот этот весь мусор короче ну кто знает липу тот понимает да вот они просто офигевали а то сколько мусора она дает и просто чем задолбался город уберите и ну просто уже невозможно еще под одним видео где мы пилим грецкий орех тима рассказывает что это именно ну объясняет там чё как один комментарий есть такой не грецкий а киргизский когда тебе больше нечем гордиться названием ореха это которые не знают все у нас был один поэт писатель который прославился на весь мир и теперь его именем назван он все что можно просто ну вот все что можно и нельзя а чуть ли город не назвали его именем ой да вот пишет тайгу рубят все молчат и у нас такие да там не помнишь там будет там бы да как там было уже слова за деньги до такой жестокий мир мы в своем уме да да а ты нет не нравится вали вот это вот это никита и поставил походу столицу еще не перенимали пока нет пока все еще пешкек а я не хотят там что только не хотят монасты недавно недавно хотели очень пережил когда смотрел видео про повисшее дерево могу упасть а я на спокойно внизу ходит да но на неспокойно ходит он там бегает под ним ну и дерево уж привязана тинь-тинь-тинь-тинь так валют выкинул тормоз чтобы не мешал до центами не встречались встречались как-то завалили всех пушка как-то оказался в кыргызстане я на как-то оказалось в кыргызстане меня здесь родили так вышло ну я такая ну блин ползла ползла но и здесь короче осталось думаю горы классные здесь останутся кинула как вам мс-180 смотрят для чего то есть стоит если вы просто если вы для бытовых нужд ну вполне да вот то есть для профессиональной для частого использования когда много надо там работать она конечно слабовато а для дома вполне многие хвалят для многих это легендарная модель это просто вот верх совершенства ну за адекватные деньги скажем так вот поэтому конечно для дома берите запросто работает еще один комментарий под одним видео где мы рубим дрова да чё там не уметь дрова рубить вообще-то люди которые живут в квартире они не умеют вот ну и естественно нам много подростков смотрят я я пытаюсь именно учить подрастающее поколение чтобы они тоже чтоб руки росли из того места откуда надо чтобы они могли смотреть и учиться да потому что очень многие видео мы снимаем в тик ток именно потом очень много с подростков смотрят вот и я реально хочу просто приносить пользу до чтобы тик ток был не просто хаосом в котором ну прям хлам до полная чтобы блин была польза какая-то вот поэтому иногда даже элементарные вещи показываем рассказываем ходим ли мы спели о смысле нет у нас такого нету когда я начинал заниматься туризмом то есть когда я сам учился это лет 14 назад было был один тренер который именно у них был клуб по спелеологии вот евгений шмелев может быть кто то знает вот он то есть из кыргызстана он уехал потом в россию и со спеле туризмом у нас кажется на этом закончилась и у нас не степи у нас горы степи там соседи у нас степи да в казахстане степи а у нас горы я живу в квартире но умею это классно люди которые утка хочет быть модером арболистика сила стопудово кто ну многие люди на самом деле не сталкивались с дровами вообще а кому-то это интересно вот так что хотя до многие умеющие махать топором думает ломают пары через каждый второй ствол так и есть потому что многие промахиваются бывают такие случаи когда даже вот не соблюдая технику безопасности до машешь топором в какую-то сторону допустим своего автомобиля и что-то у тебя происходит так что башка топора улетает и у тебя больше нет стекла вот этот классно мы живем в кыргызстане у нас горы а степи в казахстане очень много комментариев вот таких недальновидных типа ой капитан очевидность я это знаю или не удивил вообще зачем такое писать типа если ты это знаешь ну иди мимо зачем ты пишешь и и вот самое беседное наверное люди которые говорят все это знают все это знают блин ты это не все ты не пуп земли то есть вот ну реально вот такие люди меня просто в бешево то есть вот он такой один знает что то там то есть то что он услышал сейчас он знает он такой за весь мир такой все это знают тяжело читать порой комменты ой вот вот эти комментарии на российские блин уже китайцы настолько долго любят сибирь что выучили русский вот это да вот это бесит то есть ты ты такой снимаешь видео до вокруг забор трубы провода стены дом крыша или такие китайцы рубят русский лес какой лес блин ты глаза раскрой где тут лес блин это не лес это дом то есть мы не работаем мы работаем в столице до в городе в крупно населенном городе без тут блин вокруг дома и они рубят наш лес короче так бесит я на корресском немножко умею мне череп прислать да 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 я на хочет череп а у них вот куда не принципе я спереки или промальпы у нас там за у нас был у нас сегодня так чуть-чуть тепло но пасмурно вчера был дождь у нас до погода у нас так сколько мне лет ну всегда восемнадцать да ладно мне 20 кошмар дрова сложно было начинать свое дело ну ну как сказать конечно я уже просто не помню но трудности везде свои есть просто времени много прошло и никогда не занимался одним делом так чтобы то есть тут я только арбористикой занимался да и я прям умирала то что там заказов нету или что-то такое начинать естественно тяжело потому что ты еще известность ты еще не знаешь мастерские там как вот это все мутить ты учишься да пробуешь что-то ошибаешься делаешь выводы какие-то да ну естественно в этом плане сложнее и сложно в кыргызстане именно то что арбористика это что-то такое очень необычная эксклюзивная то есть такого к такому люди не привыкли у нас привыкли так что там веревку на шею на ствол и пилу в руку и полез короче да и за это там пузырь поставили и все свободен короче классный мужик заработал вот арбористик это же что-то сложно это блин большие вложения и люди у нас так не привыкли когда ты ему называешь сумму заработал человек чаще всего пугается то есть вот такие а иногда даже матом кроет типа откуда ты такие суммы берешь ты в какой стране живешь ты чё тут блин из америки приехал короче типа но извините меня такой труд профессиональный он должен стоить денег еще бывают часто такие комментарии люди не понимают почему мы просто так пилим хорошие деревья хорошие почему они же никому не мешают типа на или там типа воздухом все дышим дерево мешает вам и все такое вам дерево мешает а вот воздухом когда дышали было классно да теперь вот надо вам спилить привет бакрыт привет всем говорит череп 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 пришлет от за пересылку платишь тыси вот александр напишите питание будет ваттап дальше договоримся то вот где 22 тепла помогло ваше видео где рубишь раздвоенный пень и классно не хотим ли мы я не хочу в россию там плохо в снг вообще плохо в принципе не очень здесь до цены на услуги вы как дорогая такая же за довольно мне кажется это у всех да такое что все думают что мы долго работаем что все думают что другой человек работает дорога было был еще комментарий под видео где я пилю вас мало опыта обращения с бензопилой волкограде мы не были ну я вообще в россии а ну я был в ростове-на-дону когда мне было два готика а вот еще там извещение о переводе будет я хочу услышать слово закинется а если вы мне сейчас отправить это блин утка успокойся успокойся мы не хотим делать землетрясение я проверю карточку и без проблем я думаю он сразу придет так что сейчас я позвоню то что ты где там потянул говорит что он уже закинул а ну-ка теперь осталось найти свой телефон ростов сила до запихает дмитрий задорожный спасибо большое это вам так или 6 долларов что у нас есть 6 долларов ну-ка давайте посмотрим шесть долларов это пятисотка 500 шесть р шесть р ну ладно сейчас скажу слово где 6 ой вы готовы я не очень в общем это слово одно потом оно двойное поэтому в нем шесть букв траулер рефрижератор как будто жигуль заводится а вот да там есть еще ну как бы о чем мы вообще уже говорили я не помню вот от олега пришло пятьсот шестьдесят девять ну тут скорее есть у перевод туда им все дым короче короче ам спасибо олег я хочу сказать сказать давай специально для олега так что сказать вот это это вы хотите а а давай какую скороговорку сказать да да я скажу какую-нибудь эту и вы но не паровозик да потому что он стоит очень очень много я ненавижу если идти в поход палатка если где-то сидеть то диван или пол ну во-первых палатка защищает от дождя порой постоянного во вторых от всяких насекомых в третьих сохраняет тепло поэтому извините меня это лодка на земле и на дворе на дворе дрова закинул да нет олег какое вы хотите кто нам деньги на карту олег вот нет александр кто закинул деньги на карту признавайтесь чупуши где твой праздник вот александр а почему там олег а нет вот а и пппп он хочет услышать слова из тремя буквами вот он тут я таки нам говорит ну давай возьми время давай кто деньги платил тот музыку заказывай вот но тут он он говорит хочет услышать с тремя александр нет вот ниже кубик киева короче вот он закинул а это другой ну да что ну да он писал что хочет с тремя буквами выше нашел с тремя с тремя давайте с четырьмя дора дора помидора бронетранспортер бронетранспортер ужас устала если будете на необитаемом острове что выберите ложку или вилку для выживания ложку ложкой можно копать привет о да это мой номер конечно обращайтесь да это мой номер он он есть везде офигеть кудр 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 надо все уже кудр а ты думаешь один раз заплатил и я буду я могу одно и то же слово повторять бронетранспортер все вот вот есть гамаки походные ладно походные гамаки окей тогда другая проблема в горах на высоте свыше двух с половиной тысяч нет деревьев вообще а мы живем на 900 вот это вам как по сведению вот то есть вязать гамаки у нас негде просто негде вот поэтому вот так вот может ты подвинишься куда он говорит лучше москвы города нет ну это сугубо ваше мнение вы были в кыргызстане по природе извините меня я в россию не поеду ну вот именно жить в россию с вашими законами ох нет извините да вилкой можно убить а ложкой можно сердце вырезать и глаз да другой стороной и держать удобно пять энтов кто там дизы ставит спасибо это все равно считается активностью так что максимальная отрицательная температура что зачем я это читаю где в городе или в горах пальцем нос глаз или пальцем нос вот это выбор какие-нибудь у нас был в экстремальных случаях помогли бы навыки ну единственное когда мы заблудились пару раз между перевалами на которых мы никогда не были там были да случаи ну то есть там пришлось короче выбираться из таких снежных снежного окружения ну короче было тяжко вот как-нибудь может даже видосик запилю между двух пиков гор повесить бумаг можно вот да ножи 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 что ножи механическим колоном а это у нас легализовано нет ну не то чтобы сильно не то чтобы сильно ищут так что наисыч поедете там вам долина чудная долина песню слышали вот это у нас ох я назадом по снегу шла а школоту сейчас ничего не интересует кроме реколайза это да это прискорбно вот да сейчас молодежи очень тяжко какие у нас законы легко обходимые с помощью денег вот такие ну по крайней мере не душат так как как в России как минимум такой знаете маразм в легкой форме присутствует но пока в легкой ну у нас этот скоро будет почти что монархия так что да но уже есть да как с оружием ну нет какой у вас любимый блогер тимтогер скромный офигенный да, блин я их не смотрю ее挝 я занят какое самое рисковое дело было ох 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 когда на физике что-то спер у меня почему вы не пользуетесь колонном механически может потому что его нет да его нет и не то что мне кажется возвращается все давайте закончим политики о предлагаю приготовить плов пучок укропу из этого какими бензопилами пользуетесь но в основном штиль у нас восемь ой 6 штилевских пил было недавно 2 недавно избавились выкинули надоело ребята нам надо срочно скидываться на механические колонны а зачем он вам илья вот у тебя имя классная илья у меня тоже классно я ты был 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 бы григорий григорий или как моего брата зовут архип мы сегодня читаем комментарии под видео какие-нибудь злостные там обидные для нас или тупые вот их много но они в целом много однотипных вот один из таких а почему вместо я на не возьмешь работника мужика она такая худая и хрупкая не женская работа короче частенько бывает приходишь на заказ и заказчик они так смотрят мы думали вы приехали посмотреть а когда мужики придут вот она вот она слабенькая она ничего не может короче и потом кое-как уговоришь короче потом в конце заказа таки вот это вот это молодцы вот это классно да да очень обидно когда так говорят типа ну я стараюсь не злиться на людей потому что я знаю что они тупые недальновидные смысла нету злиться на это вот просто чуть-чуть обидно да у нас в реках водится форель красная рыба вкусная очень лнр это чем вы еще увлекаетесь кроме веревок и бензопил очень интересно получаешь что-то с ютюба ну мы еще одно время делали украшение из эпоксидной смолы а вот творчество вот но так блин ну не знаю о каких прям сильных этих нету увлечений нам этого как бы за уши хватает что выгоднее точить цепь или покупать новую полеин было у меня время когда я покупал да я просто не умел точить не знал где точить я просто новый цепь покупал блин извините меня за . стоит где-то 100 рублей новая штильская цепь стоит около тысячи естественно точить выгоднее научился до потом научился точить купил станок и сам уже точу вот получается что это с ютюба ну конечно получаем вот и пока что все копим на дрон ты бы вышла за кыргыза ну да типа мне пофигу по природе двигается любимое блюдо которое готовы кушать каждый день ха не знаю мне манты нравятся не скажу что прям вот вот да блин накидает уж такое дело сегодня одно хочется завтра другое на мне манты нравится и плов холодец нет нет мне мне нравится уксус халявный я люблю уксус с чем-то вот поэтому холодец когда я ем там суп прям из уксуса и из хреновины я ем такая как вкусно да очень хорошо ну вот реально стали youtube снимать кто снимать и реально заказом ну то и заказы пролетают именно соцсети это классно что видите классно рекламировать через соцсеть это то что здесь ты показываешь конкретно что ты делаешь допустим тоже реклама в газете да или в каком-нибудь там на сайте какому до рекламы ты там можешь одну фоточку выложить да на сайте в газете ты можешь просто написать пару строчек да и заказчик никогда не знает кто ты что ты умеешь а в ютюбе вы видите прекрасно как мы работаем даст в тик токе тоже самое вы видите как мы работаем и уже конкретно понимаете чем мы работаем да насколько высокий уровень до что мы можем то есть и все такое естественно человеку проще заказать у того кого он уже видел до чем у того у кого там написано кого деревья короче да вот поэтому соцсети для развития это классно для рекламы плов 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 уксус странный выбор я на я живу в кыргызстане так что технически я да не я не киргизская конечно нет я не знаю какие у меня корни но там есть таджики точно евреи есть русские славяне мы насчет григория ничего против не имеем я просто угорал насчет имени что карта маму до карта вам называть и ромали им это жесть вот пельмени с уксусом если домашний терпеть могу манку какое у нас мясо разные аккумуляторные цепные пилы очень хорошо мы хотим пока мы пока их только хотим у нас их нет но стоит эта херня уж почти штуку баксов поэтому такие да мы хотим да ну просто тоже хочется сразу ну я хочу хоскварную аккумуляторную попробовать но это очень дорого вот я слышал что есть и всякие эхо там пилы аккумуляторные есть вообще какие-то кита йозовские но хочется ну реально хочу хоскварную короче да она такая миленькая но не мне штиль больше по дизайну нравится но послабее лук винном уксусе соотношение мощность я сегодня ела кильку соленую с уксусом с лучком ринат говорит на нас смотреть без улыбки невозможно спасибо не хочешь записать урок как правильно пилить пилой бревна и какие ошибки лучше не запустить чтобы не портить пилу окей подумаем сделаем эй она привет только пришел привет мы уже час вот любите на велико гонять ну да гоняй да блин я так погоняла один раз я первый новая прическа да спасибо мне тоже очень нравится я на любишь макароны да хешник да обожаю просто обожаю но у меня дома его очень редко готовят и как только готовят я вот только его ем и все обожаю к аккумуляторным пилом расходники такие же но получается к аккумуляторным надо масло по-любому на цепь цепь менять шину менять ну и аккумулятор тоже он там полторы тысячи раз насколько я знаю хускварновский аккумулятор полторы тысячи зарядок а или нет 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 я путаю это скорее это с каким-то электроскутером я путаю все на хускварну не было такой информации не помню вот ну короче по расходникам ну тоже самое кроме то же самое кроме бензина у кого из нас был мотоцикл у меня конечно вы курить нет мы не курим как вы относитесь к платону натяжителя с натяжителем полотну с натяжителем на пружинах не знаю не работал но ну ты не знаю на штильских пилах я не помню чтоб я у кого-то видел такие с пружинами я с пружинами базаров только на китайских пилах на электропилах видел вот честно говоря не понимают муть у меня мужа нет и не то чтобы я с кем-то согласовывал свою прическу что такое хешник все это такой салат из мяса заправлены но например из рыбы там рыба овощи и она там уксус в общем это самое главное что там был уксус да и спец она типа маринуется и очень вкусно даже не понимаю как в итоге оказался на этом канале почему нам не вылезла в рекомендациях в итоге подписался надеюсь найдете что-то полезное вы едите конину ну у нас ее как бы вот прям много не продают но продают я ел но она жесткая я не понравилось очень жесткая привет из челябинска привет это вкусно неправда кто-то сейчас ест и сам научиться да все это очень вкусно этому дано то научиться обязательно вы молодцы спасибо не культурно спрашивает сколько лет правильно я когда-то купил электропилотики которые некоторые прям до некоторые до сих пор думают что когда мы приходим на заказ некоторые люди думают но заказчики что вам нужно сейчас розетку удлинитель да там то сего из электропилой на дерево полезть и тима не пьет особо но типа очень редко даже на днюху не пил вот что лучше штили в них ускоро на пока сравнивать не могу ускоро поработаем скажем но ускорно это блин классно у нас к себе зовут слушай мы куда-то нас куда-то в прошлый раз звали ты сказала я знаю это место да ты я делал да на моем телефоне дораста кофейню помада кофейник он говорит приезжайте угощу рыбой а вы где живете в кыргызстане что ли давайте конкретно куда ехать скоро рыба это уж наурус у нас называется по-другому немножко до двадцатого двадцать первого властья нет спасибо привет из калмыкии привет очень круто и спасибо конь на мясо не работает ни одного дня как-то мясо норм мягкая но типа а когда когда конь наверно ну да козы а козы у нас это наверное да отправим потому что я не ела потому что мне это не нравится но она продается можно купить самый длинный маршрут снизу потребляете да вот у вас вопрос у меня был 120 километров восемь дней шли через два категорийных перевалов 4000 высотой у тебя столик там был да это я не все стали пришла в том походе получается развод с россией не пошел на пользу а давайте не будем политики да то сейчас я начну вы начнете будет так не очень сколько стоит спил дерево каждый по-своему зависит от того какая сложность это не просто как кафель положить да там квадратура не считается здесь надо очень много факторов учитывать якутию да да экзотическое блюдо которое мы ели а вот буржан говорит это он и приглашал в кафе так в кофейне да какое-то тическое блюдо я не помню что у вас ну блин я не знаю может продукты и маней нибудь типа как эти осьминожков я ела длина полотна бензопилы 45 сантиметров нормально ли ребят зависит от того что вы собираетесь пилить и от модели пилы да то есть хватит ей мощности с днем кайталости да лось очень вкусно прикольно о кони вокруг много проводов нужны фотки или видео только так можно оценить да понимаете это ни о чем не говорит мне сейчас да то есть надо знать что за порода дерево какой ствол толщиной у нее насколько она вверх выросла какие стороны уходят ветки что под ветками крыши провода трубы забор собачья будка цветы газон провода что как в проводах ветки запутаны до бывает что провода идут сквозь дерево бывает что только кончик все-все успокойся я могу долго перечислять лосина с лососиной вот не да поэтому домой он домой назвал да кто-то другой в кофейник так что буржан куда ехать то если чё мы на колесах ну смысле не под она вот поэтому для цены еще супер такой включает о включился не отвалились у них похоже там таймер стоит который сертирубит через некоторое время казахстан чемкент да до казахстана далеко и закрыта елочное мясо что да как всегда все зависло а мы сейчас опять читаем комментарии а вот все опять правосеть все короче интернет намекает что пора валить домой такс ну что ну что не закрыта закрыта а да там пцр тест надо сдавать вот и ехать ну ребят спасибо что были с нами были рады с вами поболтать надеюсь подняли вам настроение вот пропускать новые видосы кстати кто еще не не поставил колокольчик ребят ставьте чтобы не пропускать видосы потому что ну реально каждый день же выкладываем вот вдруг что-то видите что-то не видите поэтому обязательно ставьте колокольчик кто еще не подписан подписывайтесь и ставьте лайки конечно же вот и кто хочет поддержать канал кидайте донат желательно сразу на карточку потому что youtube жрет часть денег да папа папа вот нам до дрона осталось 390 долларов собрать додрона додрона вареного краба у нас есть раки на кроме хели мне кажется одно и то же будет вот на следующем стриме мы будем говорить на выходных будет стрим субботу или воскресенье вот и будем что-то о туризме договорить обязательно что-то что-то про спальники вот так что у ребят заходите нет не пустим в следующий раз уже поздно темно и до встречи короче не надо спать да все давайте пока 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 рады были вас видеть